Президент Российской Федерации Владимир Путин, Чи Первого Канала. Сегодня, уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, сегодня можно уверенно сказать, стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом, Россия сработала. Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. В апреле текущего года валовый внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он прибавит более процента, так во всяком случае считает МВФ, 0,7%. Но, на мой взгляд, я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост всё-таки будет побольше, где-то до полутора, а может быть даже и под 2%. Первое. Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также о инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах, и в Еврозоне, и в других регионах, и близка к историческому минимуму составляет 2,9%. Безработица – 3,3%. Такой низкой она ещё не была никогда в нашей истории. Что важно? Устойчивая макроэкономическая... Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, мы поддержали спрос в экономике, а значит, обеспечили работой предприятия и компаний. И при этом не допустили раскачки цен. Будем и дальше выстраивать нашу макроэкономическую политику с учётом реальной ситуации и ориентируясь на целевую инфляцию. Так как мы это делали в прошлом году или в пандемию, когда спрос в экономике припал, и чтобы поддержать его, мы увеличили тогда дефицит бюджета до 3,8% ВВП. При этом уже на следующий, 2021 год, бюджет был исполнен с профицитом, с небольшим, но тем не менее, 0,4% ВВП. Отмечу, что сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированы. Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или, как у нас говорят, влево по графику. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ. Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Обращает на себя внимание динамика не нефтегазовых доходов. За январь и май они выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов. При этом в мае темп составил плюс 28,5%. Вновь хочу подчеркнуть, речь идёт о доходах бюджета, которые не связаны с экспортом нефти и газа. А это важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, его обрабатывающие предприятия, обрабатывающий сектор, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты. Но российская часть аудитории наверняка помнится, знает. Мы всегда говорили, когда же мы слезем с нефтегазовой иглы. Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты. Заметным событием и мощным стимулом для нашего бизнеса стало замещение от транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. Но, к сожалению, они не смогли устоять под мощным политическим давлением зарубежных политических элит. Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все «за» и «против», хорошо подумать о своих российских партнёрах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнёров было право выбора. Но что здесь важно? Под многими иностранными брендами уже давно продаётся продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится. Только логотип меняется. Да, прибыль от этого бизнеса остаётся у нас в стране. В ходе общения с представителями отечественных деловых кругов всё чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад. Это, знаете, всё то же самое происходило в области сельского хозяйства после 2014 года, когда сельхозпредприятия наши отечественные начали набирать обороты. На всех встречах с сельхозниками был один и тот же вопрос – пустите назад наших конкурентов или нет. На вопрос, когда пускать, никогда. Не пускайте их вообще. Мы всё сделаем. Надо сказать по-честному, у наших сельхозпроизводителей это получается. Рост сельхозпроизводства за прошлый год был больше 10%. И по всем товарным позициям в этом секторе мы фактически закрываем свои потребности и активно работаем на эксперт. Но тем не менее, скажу, если иностранные производители захотят вновь вернуться, прийти на наш рынок, такие разговоры мы слышим всё чаще и чаще. Мы двери ни для кого не закрываем. Конкуренции, безусловно, никто не боится. Она, как известно, двигатель прогресса и торговли. Будем создавать для них необходимые условия для работы в России. Но особенности поведения некоторых из этих партнёров на будущее, безусловно, для себя учтём. Субтитры создавал DimaTorzok